МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На корону претендовали 29 девушек в возрасте от 18 до 24 лет. Среди них студентки и девушки из разных уголков Беларуси. Победительницу помимо титула ждала путевка на международный конкурс красоты, а также новый внедорожник. Победительницей конкурса назвали Дарью Гончаревич, 18-летнюю модель и преподавателя дефиле из Национальной школы красоты. Первой вице-мисс стала Юлия Иовлева, 21-летняя магистрантка Бгуки из Бреста. Вторая вице-мисс – 19-летняя Александра Попок из Петрикова, которая учится в ГЭУ. Скандалы. Инстасамка Карнавал и Карина Кросс. Инстасамка в своем новом треке унизила Валю Карнавал. Моя попа больше, чем у Вали. Finish Hero поет Даша. Интересно, как долго самая высокооплачиваемая рэперша России будет как-либо унижать девушек в своих треках? Я даже не про ситуацию с Валей, а в общем про ее песни. В каждом треке она называет девушек непристойно, возвышается за счет этих унижений. В жизни она также конфликтует в основном только с женщинами, но при этом в историях пишет, как она уважает и любит женский пол. Карина Кросс обвинила инстасамку во лжи. Стало известно, что культовая группа ABBA выпустит свой новый альбом уже 5 ноября. Этот шведский музыкальный коллектив знали все, кто был погружен в культуру хиппи. Тем не менее, группа не выпускала новых песен уже 40 лет. Их новый альбом получил название Voyage. Презентация пройдет в Лондоне, а после этого у ABBA будет небольшой тур по Великобритании, но с инновационным подходом. Дело в том, что выступать перед публикой будут голографические копии участников группы. Их разработал режиссер оригинальных «Звездных войн» Джордж Лукас. Кажется, что будущее уже наступило. Кстати, в сериале «Черное зеркало» от Netflix был эпизод, где таким же способом выступала на концертах героиня Майли Сайрус. А в реальном мире уже давно были попытки воскресить Майкла Джексона и Элвиса. Новый сезон «Жить здорово» с Малышевой просто огонь. Но если серьезно, 63-летняя Мадонна в образе шальной полисвумен открыла Video Music Everett и поздравила MTV с 40-летием. Номинация «Исполнитель года» в MTV Video Music Everett присуждена Джастину Биберу. Кроме него на этот титул претендовали еще пять человек. Все они женщины, например, Оливия Родриго, Тейлор Свифт и другие. Бибер родился в 1994 году в Канаде. Демо записи он сделал в одной из студий США еще в детстве. В 2011-м биографический фильм о Джастине собрал по всему миру более 100 миллионов. На данный момент у певца выпущено шесть студийных альбомов, а в целом продано около 100 миллионов его пластинок. Бибер является рекордсменом в получении различных музыкальных премий. Кроме Lil Nas X за главную награду боролись американская певица Doja Cat с песней Kiss Me Mo, певец Эд Ширен и его композиция Bad Habits, Канадец Weekend с треком Save Your Cheers, исполнительница Карди Би и Меган Три Стеллиан с песней WAP, а также певицы Кейлит и Дрейк с композиция Popstar. Four Fighters получили премию «Мировая икона». Больше всех статуэток получил Джастин Бибер, Оливия Родриго и BTS. У всех по три победы. Blue Ivy стала самой молодой обладательницей лунного человека в истории премии. Она получила награду в 9 лет. Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор напал на бойфрента звезды Голливуда Меган Фокс, рэпера Машин Ган Кейли на красной дорожке MTV Video Music Everest 2021. Отмечается, что в момент, когда Меган Фокс и Ган Кейли фотографировались во время церемонии MTV в МАА 2021, Макгрегор пытался растолкать толпу тростью, пробиться к ним, однако охранники ему помешали. Американская телезвезда Ким Кардашьян прилетела в Нью-Йорк накануне Бала Мэтт Гала 2021. Она подъехала к отелю на черном недорожнике, но поводом для обсуждения стало вовсе не это. Так, светская львица вышла из машины в черном Total Look от всемирно известного бренда Balenciaga и в кожаных штанах, тренчи с широким поясом, басильонах на каблуке и в кожаной балаклаве. Дополнила она такой провокационный образ маленькой белой сумочкой со стразами. Кто-нибудь еще ощущает сильные эмоции от американской истории ужасов? Ты в порядке? Боже, это выглядит так глупо! Ким, ты что-то видишь? Пишут фаны в комментариях. Чудеса рядом! 21 и 22 августа на территории главной усадьбы Березинского биосферного заповедника в деревне Домжирицы загадочный мифический фест Шляхтсмока собрал всех любителей славянской мифологии. С вами Василиса Воробец, проект в теме. Всем привет! Лето стремительно подходит к концу и задержать его никто не в силах. А мы продолжаем собирать яркие моменты уходящего лета и один из них фестиваль Шляхтсмока. Целых два дня Березинский исповедник принимает гостей. Это уникальное место стало крутое локацией для белорусов, которые сюда приехали. Фестиваль славянской мифологии. Уже интересно? Не будем терять времени. Здравствуйте, вы кто? Веша. Как развлекаете гостей? Пугаем. Из куста выпрыгиваем и пугаем. Здравствуйте, откуда вы? Здравствуйте, мы из Витебска. Я из Минска приехала с детьми на этот путь. Очень нравится, очень красиво, интересно. Очень прикольно, здорово, хорошая атмосфера. Впечатления замечательные. Мы приехали с друзьями и больше всего мне нравится атмосфера. Погода, природа, все способствует активному отдыху. Очень все душевно, как-то по-домашнему, много локаций интерактивных. Это очень нравится. А где вы уже успели побывать? Ой, мы были в городе Мастеров. Сейчас мы были в Музее природы. Просто замечательный экскурсовод. Ну, очень интересно рассказывает. Рекомендую всем прийти, послушать, посмотреть, какие у нас птицы, какие животные. Очень интересно. Мы побывали на театральном представлении, пофотографировались с МОКом. Музей мифологии, природный музей. Я так поняла, это герой из какой-то сказки. Ну, у вас же здесь тропа мифических существ. Вот это Кот Баюн. Кот Баюн. Гости фестиваля смогли полностью погрузиться в таинственную атмосферу и познакомиться с такими персонажами белорусской мифологии, как Болотник, Кикимора, Зазовка и многими другими. Конечно же, главный и самый колоритный герой гуляния Лейпельский СМОК пользовался небывалой популярностью. Чтобы сфотографироваться с ним, выстраивались целые очереди. Праздник развернулся сразу на нескольких площадках. Это и театральные постановки, тематические выставки, кулинарные шоу, необычные фотозоны, экскурсии, лекции и, главное, все могли поиграть с мифологическими героями. Незабываемой частью фестиваля стал вечерний концерт, где зажигали белорусские группы Гардероб, Negative Zero, Hood Kiss Moj, а также Ксения Деменович с группой Двина. А с наступлением темноты началась настоящая сказка – Fire Show. В следующем году Березинский заповедник снова распахнет свои двери для персонажей белорусских сказок. И организаторы обещают удивлять. Нам удалось попасть на генеральную репетицию новой программы белорусского государственного цирка с участием российских артистов. Магия цирка, завораживающие трюки, буря эмоций и незабываемые впечатления. О том, как это было, смотрите в нашем репортаже. Рядом с нами сейчас находится Владимир Анатольевич. Это директор белорусского государственного цирка. Расскажите, тяжело ли всем этим управлять? Вы знаете, да, коллектив, конечно, большой, но этот коллектив не только состоит из людей, наших артистов, это и наши вообще технические служащие, но и, конечно же, все-таки наши братья меньшие. Это и тигры, это и медведи, это и лошади, это и пони, и верблюды, и обезьяны, и собачки. В общем-то, все, как называется, братья меньшие, кроме слонов. Скажите, вот вы, как директор цирка, очень часто видели программу. Есть ли у вас любимые номера? Вы знаете, что вообще-то, как и дети, я тоже люблю плаунаду. Ну, почему нет? Я люблю тоже дрессуру. А вообще-то, если по-классически, это хороший цирк тогда, или хорошая программа, тогда, когда есть три составляющие. Это хорошая дрессура, это великолепное жонглирование, это великолепная акробатика, это великолепная трюковая часть, вот, и, конечно, клоунада. Как вы придумываете номера, и где вы берете идеи? Ну, на самом деле, это все очень просто. Вот идем по улице, увидели какой-то там, что-то там смешного человека, или ситуацию смешную, и уже начали вот что-то там думать, что-то экспериментировать. Ну, а потом в Маниш приходим, репетируем, стараемся адаптировать для зрителей, чтобы им было это все понятно, чтобы им было смешно, что самое главное, и интересно. А хочу спросить, какие вы в жизни? Вы серьезные или веселые? Да ну ты что, нет, конечно. Мы сейчас говорим с ними, мы пойдем там. И вы же такие, да. Хмурые. Нет, конечно, мы веселые, мы какие в жизни, такие и на Манеже, потому что если на Манеже начнешь играть других людей, зритель сразу это прочувствует, и уже не будет такого контакта. Поэтому мы какие на Манеже, мы такие же веселые, дурные и в жизни. Разнообразные, да. Разнообразные. Это хорошее качество. Да. Прекрасно. Минск встречай! Новую, невероятную цирковую программу «100 минут вокруг света». Зачем идти в цирк? За смехом и улыбками, за удивлением и восхищением, и обязательно за хорошим настроением. «100 минут вокруг света» это полное погружение в атмосферу увлекательного путешествия по странам и континентам, где на каждом шагу зрители ожидают новые впечатления, волнующие события и колоритные персонажи. Яркая и динамичная программа очаровывает с первых же минут. Акробатические трюки гимнастов то и дело заставляют с замиранием сердца наблюдать за невероятно смелыми артистами. Каждый элемент, каждый трюк вызывает восторг и ликование публики. Воздушная гимнастка, парящая под куполом цирка. Зрители с волнением наблюдали, как девушка качается, вращается, поднимается в воздух на собственных волосах. Держит зрителей в напряжении и акробаты на лестнице. Артисты демонстрируют не только силу характера, но и безграничные возможности человека. Покорить сердца белорусских зрителей готовы верблюды, ламы и озорные пони в сочетании с невероятной харизмой дрессировщика. С умилением и восторгом можно любоваться потрясающе слаженной командной работой людей и зверей. Животные в цирке – это самая большая любовь зрителей. Атмосфера радости, веселья и хорошего настроения царит на манеже. И это неудивительно, ведь от артистов исходит мощная энергетика, которая распространяется по всему залу, доходя до каждого зрителя. Ну а завершает представление американский ковбой на лошадях. Прекрасный грац света, великолепное музыкальное сопровождение, блестяще исполненные трюки, шикарные костюмы, невероятно грациозный цирковой балет. Так что готовьте ваши ладошки. Аплодировать в этом цирке придется много и часто. Как и удивляться. Репортаж для вас подготовили Александра Баранова и Василий Саворобец. Оставайтесь с Европой Блюз ТВ Беларусь. Впереди много интересного. Подари себе или своим близким сертификат на фотосессию. Все хлопоты берем на себя, подберем фотографа, подготовим интерьер, сделаем макияж у нас в гримерке, обработаем фотографии. Вам останется только получить удовольствие от процесса. Фотограф поможет с позированием и словит естественные эмоции. Не успеваешь заехать к нам за сертификатом? Доставим в удобное место. Подробности на сайте Dream Studio By. Впервые международный фестиваль роботов в ТЦ Оушен. Дети Италии, Чехии, Японии уже видели это. Теперь Минск. Удивитесь выступлению знаменитого робота-артиста Теспиана из Лондона и посмотрите Большой цирк роботов. Пеппер танцует лучше учителя танцев. Попробуйте за ним повторить. Новое поколение собачек Айбо поддается дрессировке. На фестивале роботов вы сделаете свою 3D-фотографию и лично протестируете 11 новейших зон виртуальной реальности. Поболтаете с забавным Рити и сыграете в шахматы с роботом-невидимкой. А в аквариуме плавает робот-рыба. В ТЦ Оушен яркие пиксели кружат в воздухе во время технопредставления. Сацибот мгновенно меняет лица, а робот-собака-звезда интернета вживую показывает головокружительные трюки. Соблюдаются все меры безопасности. Масочный режим, регулярная дезинфекция, ограничение числа посетителей. С 10 сентября по 14 ноября интерактивный музей нового поколения фестиваль роботов ТЦ Оушен. Проспект Дзержинского, 3Б. Смотри 20-ку лучших клипов недели. Голосуй за своего любимого исполнителя, поднимай его выше в нашем чарте MusicChart Top 20 by. Каждую неделю, понедельник 20.00, среда 18.00, суббота 20.00. Только на телеканале Европа Блестиви Беларусь. Сразу рубить канаты? Детка, нет, это не выход. Ирина Раймс и Джа Халип представляют новый совместный трек. Навсегда. Это история любви, показанная с непривычного ракурса. Два человека начинают ощущать, что их чувства угасают, и пытаются понять, что с этим делать дальше. Уходить или пытаться возродить отношения. Какой финал этой истории? Узнаете из песни. С вами Диана Танина, музыкальная школа джем. Новинки инди и рока от белорусских музыкантов. Группа «Разбитое сердце пацана» делится жизненными историями на альбоме «Ощущение». Эйко погружается в глубины рефлексии на пластинки «Темные делишки». Юг-404 рассказывает об ошибках в отношениях в треке «Я тебя выкурю». Violent News анонсирует скоро альбом с синглом «Вино». Группа «Нитроверс», объединившая ретрайвы в проект «Фьюри Уикенд» и вокалисты Яна Женчака, представила индустриально-танцевальный трек «What's going on?». Это песни про деструктивные чувства, которые разрушают тебя, но даже осознавая все риски, к сожалению, ты не можешь это контролировать. Так описывает Мэри Гу свою новую песню. Мэри Гу – одна из тех певиц, которая стремительно ворвалась в шоу-бизнес и теперь с невероятной частотой выпускает отличные треки. Делаем ставку, что пройдет всего немного времени и она станет суперзвездой. Тем более с таким сильным репертуаром. Оджи Будда представил трек «Не приходи». Новость обрадует тех, кто соскучился по сольным синглам рэпера. Впрочем, радость будет недолгой. Новинка получилась на удивление короткой. Текст состоит из припева и всего одного куплета о работе в студии и пути к славе. Заново новый мини-альбом «Фидука», состоящий из четырех очень разных треков. От летнего и челового водопада до мрачного и серьезного поздна. Кстати, этой осенью артист отправится в большой тур по России. 28 октября музыка отдаст концерт в Минском Прайм-Холл. Эд Ширен представил еще одну песню из своего грядущего альбома. Шиверс. Напомним, новый LP под названием «Эккелс» выйдет 29 октября. Шиверс вообще должна была стать лид-синглом и выйти первой, но, по словам музыканта, эта премьера не подходила для лета. У новинки скорее осеннее настроение. Трек посвящен любви, и на него сняли не менее романтичный клип, правда, не лишенный юмора. Герои попадают в нелепой ситуации и пристают в неожиданных образах. В частности, сам Ширен, облаченный в яркий наряд с блестками, перьями и розовыми очками, явно подражает Элтону Джону. Лобода и видеоклипы ВОК. Арт-видео ВОК — это про эмоции, про ту искру, которая возникает между творческими людьми и из которой зарождается пламя самых ярких проектов. Творческий человек питается и вдохновляется эмоциями. Он не сковывает себя гендерными рамками. Ему тесно находиться в общепринятой системе координат. Наша работа именно про это. Зачастую, чтобы сделать самый яркий кадр, спеть самый лучший трек, необходимо пережить бурю страстей и эмоций. Клип ВОК построен на авторской хореографии с элементами реверса. До съемок мы неделю репетировали и оттачивали каждое движение, потому что именно точность исполнения тут подчеркивает особенный ритм, заложенный в музыке. На этой неделе премьеры по-настоящему интригующие. Слава Марлу представил новый сингл «Человек». Хэнси представил новый сингл «Пылевые цветы», который посвятил примадонне российской эстрады Али Пугачевой. Ольга Бузова представляет новый сингл «Без дел», который вошел в предстоящий третий студийный альбом певицы «Вот она я». Выход пластинки запланирован на 8 октября. Новозеландский певец Томстон представил новый сингл со второго альбома, подробности которого пока не оглашаются. «Ханни Мун» о тех всеобъемлющих головокружительных порывах в начале отношений и о реалистичной оценке того, где ты сейчас находишься», рассказывает артист. Муна представили новую композицию «Силк Шифон», в записи которой приняла участие Фиби Бриджерс. Видеоклип вдохновлен известной романтической комедией «Неисправимые». На сегодня у меня все новости. С вами была Диана Танина «Музыкальная школа джем». Оставайтесь с нами, впереди много интересного. Немного фактов из мировых чартов. Лиса побила новый рекорд на YouTube. Клип «Ла Лиса» достиг 100 миллионов просмотров всего за два дня и один час, побив новый рекорд среди соло-исполнителей. Ранее это достижение принадлежало песне «Джентльмен Псая». Межгалактический суперхит «Леди Гаги Эплаз» преодолел порог в 300 миллионов прослушиваний на Spotify. Это 11-я песня живой легенды с таким показателем. Альбом «21 Пилот Стрэнч» преодолел порог в 1 миллиард 600 тысяч прослушиваний на Spotify. Это третья пластинка группы с таким показателем. Дрейк с альбомом «Лавербой» дебютировал с первой строчки чарта США Billboard 200 с недельными продажами в 613 тысяч копий. Это 10-я пластинка номер 1 в карьере исполнителя. Вот, собственно, и пришло время озвучить результаты музыкальных чартов. Финальный прогноз Billboard Hot 100 тут нашествие Дрейка. По прогнозам прошлой недели сразу 9 композиций из нового альбома Дрейка «Лавербой» оккупировали топ-10 в чарте Billboard Hot 100. Единственные, кто остались в топ-10 помимо Дрейка Кид Ларой и Джастин Бибер с песней «Стэй», расположившись на шестой строчке. Все остальные хиты, которые держались «Стэй» от Кид Ларой и Джастина Бибера. В российском чарте Spotify лидер трек «Липсиха» от «Инстасамки». В чарте Яндекс.Музыка лидирующую срочку занимает трек «Не твой» от Макса Коржа. На второй «Стеклянная» от «Гума». Лидер «Шазам» у Минчан и на этой неделе «Микс Инда Гетта» от «Балвина Икскривикса». Ну вот, на сегодня, собственно, и все. Смотрите и слушайте хорошую музыку. С вами была Маргарита Кочанович новостями шоу-бизнеса на канале Европа плюс ТВ Беларусь. Программу подготовили Диана Танина, Василиса Воробец, Александра Баранова и Владимир Мухортов. Партнер программы «Музыкальная школа Джем». Продюсер программы Андрей Буяльц.